Дышит полной грудью и уже готов гонять мяч на футбольном поле. Поэтому 14-летнему парню не скажешь, что всего неделю назад он пережил сложнейшую операцию. У Сергея врожденная деформация грудной клетки в виде воронки, которая с возрастом начала увеличиваться. В груди появилась яма размером с ладонь. Мальчику было тяжело дышать и мучила сильная дышка. Сергея прооперировали, сделали два прокола, вставили специальную пластину и выправили грудину. Когда я сделал операцию, были адские боли. Жгло все. С каждым днем все лучше и лучше. Но боли есть. Резкие движения, больно тоже. Теперь у мальчика долгий путь реабилитации и много ограничений. Не лежать на боку и не поднимать больше 5 килограммов. Но это мелочи. Главное, что сын идет на поправку, говорит мама Сергея. Морально очень было тяжело. С реанимации спустили, конечно, был бледненький. Вставать уже разрешили, уже более-менее. Уже румянец появляется? Румянец, да. Исправляют грудную клетку в Алтайском крае уже 30 лет. Поначалу приходилось буквально разрезать ребра больного. Был риск, что процедура не поможет. Грудная клетка не встанет на место. С 2006 года оперировать начали щадящим путем, через проколы. За это время врачи сумели помочь почти 60 детям. Причем бесплатно, в отличие от других регионов страны. Город Новосибирск, потом город Москва, город Санкт-Петербург. Где-то городов 6-7, в которых оперируются эти больные. Эта операция в городе Новосибирске стоит сейчас 200 тысяч рублей. В городе Москве около полумиллиона рублей. Почему? Потому что эти операции не внесены в квоты. На подобное хирургическое вмешательство у нас в регионе выделяется всего 8 квот в год. Эту операцию нельзя поставить на потол, говорят специалисты. Она крайне опасная, ведь рядом жизненно важные органы. Наш анестезиолог, который проводит наркозы на этих операциях, он на второй, третьей операции, несмотря на то, что ему 26-30 лет, у него на третьей операции появляются седые волосы. Понимаете, да? То есть поставить на поток, чтобы оперировать по 20 больных, это просто невозможно. Деформация грудной клетки – довольно распространенная патология. Чаще всего передается по наследству. Но хирурги вмешиваются только при сильном дефекте. Сергей же через пару лет снова вернется в это отделение. Но только для того, чтобы убрать установленную в груди пластину. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.